В этом видео делаю декоративное панно. Весеннее, светлое и легкое. Привет, меня зовут Лилия и вы на канале Лилия Диэвэртсторис. Для основы буду использовать переплетный картон толщиной 2 мм. Из одного центра рисую две окружности. Первая с радиусом 15 см, вторая 10 см. Получившееся кольцо вырезаю. И вырезаю еще одно такое же кольцо с такими же размерами. Также строю и вырезаю еще одно кольцо, но с радиусами 14,5 и 10,5 см. Итого будет два одинаковых кольца и одно немного меньше и поуже. Еще мне нужно нарезать из того же картона 22 полоски. Размер каждый 1 см на 25 см. В своих мастер-классах мне часто приходится обращаться к рисованию. Когда-то во время учебы у меня был курс рисунка, но не занимаясь, многое забывается. А желание рисовать осталось. Сейчас мне в этом помогает онлайн-обучение в художественной арт-студии Matita. Все начальные обучающие материалы я получила бесплатно на сайте студии. В первый день мы рисовали карандашом по фотографии. Скажу честно, я плохо подготовилась, и карандаш у меня был самый обычный. Но это меня не остановило. Да и специальный ластик, который называется клячка, тоже не сразу приобрела. Пришлось выкручиваться с обычным ластиком. Думаю, мой следующий рисунок будет гораздо лучше. И не только из-за карандаша. А потому что в каждом уроке есть не только обучение приемам и технике рисунка, а еще и экстремальная доза вдохновения. А сам процесс рисования так затягивает, что весь накопленный стресс и напряжение просто растворяются. Что ж, это отличный релакс. Как думаете, мой котик получился? А скоро в Матита будет бесплатный прямой эфир, где за три живых урока можно научиться рисовать. Если вам нравится погружаться в мир рисунка, или же вы хотите научиться рисовать с нуля, тогда бесплатный онлайн-курс по рисованию в Матита – это то, что вам нужно. К тому же, пройдя регистрацию, каждый получает книгу по технике рисования от опытного художника Егора Матита. Смотрите, работа Анастасии Вороновой. До-после. С бесплатного марафона такого кролика, а потом крутейший рисунок с дредами. Работа ученицы Анны Михайловой. Вот с такой лошадки до самостоятельной картины, портреты, которые она сделала на заказ. Работа Ольги Бородиной. Смотрите, какая красота, реалистичность, натуралистичность рисунков. Валентина Пургина из Екатеринбурга. Посмотрите ее до-после. Ее работы с наших курсов. Участница закрытого клуба. На вот этот контраст, сколько деталей. Видна наша диагональная штриховочка. И как мастерски она овладела карандашной графикой. Что нужно, чтобы сделать такой же прорыв? Мы выяснили, что не нужен ни талант, ни художка, ни много лет обучения. А нужна проверенная методика обучения. Нужна обратная связь от преподавателя, от наставника. И, конечно же, то самое дружное сообщество, которое не даст слиться, не даст упасть в уныние. Обязательно поддержит и даст справедливую критику и обратную связь. Ссылку на бесплатную регистрацию на марафон по рисованию я оставлю в описании под этим видео. Двигаемся дальше. Полоски я буду окрашивать акриловой краской белого цвета. Так как картон имеет толщину 2 мм, и это заметно, то закрасить нужно и боковины полосок. Я их просто складываю плотно друг к другу и вот так закрашиваю. Делаю это с двух сторон. Потом полоски раскладываю и окрашиваю их лицевую сторону. После высыхания краски на каждую полоску нанесу штрихи декоративной акриловой краской цвета шоколад. Оттенок имеет другое название, но я называю его именно так – шоколад. Краску водой не разбавляю, а жесткую кисть оставляю сухой, набирая на нее немного краски. Дальше полоски буду переплетать между собой. Сначала я хотела ориентироваться на внутренний кружок от одного из больших колец, но это не обязательно, просто нужно переплести между собой все 22 полоски – 11 на 11. При этом между полосками нужно оставлять расстояние зазоры примерно по 5 мм. В некоторых местах пересечения полос их можно точечно подклеить друг на друга. Продолжение следует... Получилась вот такая решетка. Здесь длина моих полос была 30 см, но это много, поэтому вначале я вам и дала их размер меньше – 25 см. Обвожу контуры внутреннего круга от большого кольца. В принципе, этот кружок нам не нужен. Точно так можно обвести и внутренний контур одного из больших колец, но мне так показалось удобнее. За контур снаружи оставляю примерно 2 см припуска и обрезаю лишнее. Теперь мне нужно вклеить получившуюся круглую решетку между двумя одинаковыми большими картонными кольцами. Музыка Теперь на лицевую сторону наклеивайся на лицевую сторону. Заклеиваю узкое кольцо-рамку. Получилось вот так. Лицевую сторону закрашиваю акриловой краской белого цвета. Музыка Музыка Когда краска высохла, той же декоративной акриловой краской оттенка шоколад и сухой кистью наношу редкие мазки. Тем самым создаю эффект некоторой состаренности, потертости и эффект деревянной поверхности. Поверхность покрываю полупрозрачным акриловым лаком. В прошлом видео в комментарии мне писали, что в подобных работах лак лучше смотрится матовый, а не глянцевый, как у меня. Я согласна полностью. Но так случилось, что у меня сейчас только такой лак. Если у вас есть выбор между глянцевым и матовым, отдайте предпочтение именно матовому. В таких работах, где материалы приближены к натуральным, где преобладает эко-стиль, матовый лак для них действительно более органичен. Для композиции использую как натуральные материалы, сухая трава, кора, мох, так и искусственные цветы и веточки. Но сначала делаю подвес из толстого льняного шнура. Отмеряю, отрезаю и на концах просто завязываю узелки. И подклеиваю подвес на боковые стороны основы. Из сухой травы формирую небольшое гнездышко. Внутрь вкладываю два пенопластовых раскрашенных яйца. Теперь раскладываю элементы на основу. Сначала гнездышко и кусочки коры. Такую кору я покупала в цветочном магазине. Она для орхидей, но бывает разных размеров. У меня самая крупная. Вслед за этим все элементы приклеиваю. Затем мох. Он закроет все промежутки между корой. Прежде чем его приклеить, распределяю и приклеиваю искусственные веточки. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляю мелкие цветочки и соцветия. Такие маленькие искусственные веточки и соцветия можно найти на Wildberries. Они там могут называться, как вставки в букеты. В гнездо добавляю парочку маленьких декоративных перышек. Белому основанию мне захотелось добавить немного цвета весенней зелени. Развожу водой акриловую краску светлого зеленого оттенка и наношу ее хаотичными мазками вокруг композиции. Немного по рамке, немного на решетку. И слегка размываю однотонность цвета изумрудного мха. Надеюсь, вам понравилось. Буду рада вашим лайкам. А еще оставляйте комментарии. Они очень помогают развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание. И, как всегда, жду вас на своем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok